Я не знаю, получится. Чё, повторите? Да. В том месте, где нет ни времени, ни пространства, встретились несколько думших и стали обсуждать, как они будут жить, когда воплодятся на земле, в физическом теле. Как они там встретятся, что они будут переживать, какие у них будут опыты, откровения. Всё они обсудили, договорились и полетели. И полетели. Кто не знает, кажется, что они стали падать вниз, на землю. А на самом деле они парили. Они не были уверены, что будет всё именно так, как они себе там запланировали. Так и оказалось. Оказалось, что было по-другому, но даже ещё немножко лучше. Но самое главное, всё равно сбылось. И не обязательно встретились. И стали проживать те опыты, те переживания, которые им были необходимы. И это было правильно. Как-то так. И если мы сейчас оглянемся вокруг и посмотрим внутри вот этого мчащегося автомобиля, то мы увидим те тела, которые воплотились эти души, которые проживают теперь опыт. И если там где-то, где мы были когда-то душами, нет ни времени, ни пространства, то здесь мы находимся в пространстве и времени. И вот мы подъезжаем вот такому храму розовому. Он сразу открывается. Нет, наверное. И на календаре земли, май месяц, природа буйствует зеленью. 2015 год. И мы продолжаем проживать своей опытной. Он из двух зданий. Он из двух зданий. Мужской и женской. Смотри, как это здание. Ну да. А мы, кстати, только месяц пройти задали. Мы внутрь-то ходить не будем, а тут посмотрим. Прямо вот это место очень. Мы отправляемся проживать свои опыты, но, может быть, когда-нибудь мы вернемся опять в пространство без времени. Не может быть, а совершенно точно. До встречи.